Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! С вами я, Елена Викторовна. На помощь мне пришли Минуточки в копилочку, а вы подписаны на канал Минуточки в копилочку. Минуточки в копилочку Ссылка на канал Минуточки в копилочку будет в описании к этому ролику. Я вас жду. Минуточки в копилочку. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавила чего не было Субтитры создавал DimaTorzok 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 Типа вот такого плана. 90 гривен на секундочку. Может минералку будем покупать? Мне кажется, минералка по 80 центов. Сейчас попачь. Полтора литра. А уже вечером покупать тебе какого-то полупраздничного. Вместо двух лета за одевать какого-то полупраздничного. Ну возьмем какого-то. Обезиновый. За евро. Давай. А это что? А почему кола? Тут уже дешевле кола. Вот за евро. Давай еще посмотрим. Сею кофеином. Что себе кола с кофеином даже есть? Нам, наверное, кофеином просто не надо. Мы всю ночь в Стамбуле не спали. Ух лицо. Что-то, наверное, надо. Нормальный? Да. 30 гривен. Это нормальная запива. Вот, минерал. Тончик. Быв tryin. ЭРИ. Нормальный? Нормальный? так вот аппарат вели я субъективом триплет так понимаю некоторый аналог смены осень даже где-то внешне похож имеется и гост все дела все как положено так выставляешь природу погоду свет в рабочем состоянии как сейчас с пленками так я не выяснил можно что нибудь найти или нет очень интересная штучка так не обмегай такой вот фотоаппаратик а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Кто там с этой мисочки кушает? Давай тогда присадимся Присаживайся, они сами возьмут кто захочет Вот как они кушают Кто первый, да, Карина? Высыпай им тогда карыта Курочка еще здесь у нас Яички несет Давай еще им зелень Сначала там присядь, они будут по одному давать Где зелень? Присаживайся, кто к тебе подойдет Ребята, а ему на корень? Нет, отрывай корень Нет, видишь? Корешок отрывай Нет, нет Не дай при этом Не, нет, давай С одной стороны С другой Немножко Удаляем скорлупу С одного конца И со второго Это свежее может не получится Попробуем А затем выдуваем Молок яйцом Чисто Чисто Попробуем Попробуем Так Давайте посмотрим Вот такие вот Две Замечательные Красотки У меня появились Затем Вот такой вот Значок Средней школы Десятый класс Смотрите Какой замечательный Так Затем Глава Вторая Путь Через Мытарство Труден и опасен Сказал Ангел-хранитель Ты должна Полностью Довериться нам Чтобы не попасть В беду Я охотно Это обещала Дед с ангелом Подхватили меня Под руки И мы начали Стремительно Подниматься За несколько Мгновений Промелькнули Палаты больницы Которые мы Пролетели Насквозь Никто из больных Нас не заметил Мы прошли Сквозь крышу Больницы И взмыли Над ней Поднялись Над зеленым Больничным парком Потом Я увидела Мюнхен С высоты Полета Птичьего А после Самолетного А затем Вошли в облака Потому что День был Пасмурный Мы долго В молчании Летели сквозь Сияющую Облачную Пустоту Когда я захотела О чем-то спросить Деда Он остановил меня Тихо Здесь кругом Бесы Это их Стихия Мытор Мытарст Не миновать Но не стоит Привлекать Бесовское Внимание Прежде Времени Я замолчала Туман Впереди Вдруг Сгустился И потемнел Я подумала Что мы летим На грозовое облако И почему-то вспомнила Как опасна встреча С грозой Для самолетов Хранитель Сжал Мне руку И через мою голову Сказал деду Это они Готовься Темное облако Стремительно Надвигалось И вскоре Нас окутал Тяжелый И смрадный Смог В этой полутьме Роились Мерзкие Полупрозрачные Существа Состоявшие Как бы из плотной Воничей Слизи Одни из них Были похожи На давешних Инопланетян Другие На гигантских Летучих Мышей И вся эта нечисть Крутилась Вертелась Вокруг нас Взлетая И стремительно Ныряя вниз Угрожающий Рыча И визья Этот хаотичный Полет Сопровождался Грохотом Не то грома Не то каких-то барабанов Шум стоял Незусветный Похлеще Чем на дискотеке И сквозь Этот грохот Можно было Расслышать Наша Это душа наша Давайте ее сюда Придется Остановиться Сказал хранитель Говори С ними Не ты, святой А ты, Анна Внимательно слушай Но в разговор Не вступай Мы остановились В воздухе Хранитель накрыл Меня своим крылом Стало не так страшно Что предъявляете Что предъявляете Вы этой душе Слуги дьявола Спросил дед Из роя бесов Выдвинулся Один Чем-то отдаленно Напоминающий Номенклатурного Чиновника В руках Бес держал Раскрытую папку И перебирал В ней Какие-то бумаги Вот тут все Сфиксировано Празнословия Брань Грязные слова Богохульства И прочие Словесные Грехи Проскрепел Это Он Захлопнул Захлопнул Папку И потряс ее Над уродливой башкой Не все сразу Остановил его дед Если ты явился Обвинять То предъявляй Обвинение По одному Нет Сразу Все сразу Закричали Кругом весы Чего тут Тратить время И так все ясно Некогда нам Пачками Отправляем В ад Этих болтунов Хватать Не успеваем Стаями Летят Отдавайте ее нам И дело с концом Обвинением По одному Упрямым Потребовал дед Ну ладно Есть же хуже Бес Чиновник Снова Раскрыл Свою папку И начал Бубнить Все глупости Ругательства Неприличные анекдоты Какие я произносила В своей жизни Причем Начал с детской брани Типа Дурак Зараза Дразнилок Вроде Колька дурак Курит табак И подобные чепухи Я догадалась Что у них тут Всякая лыка В строку Вдруг Из толпу бесов Выдвинулся Еще один Голый Но в пионер Курит табак Зараза Детские души Уверен А я А я Да Вот Кстати о болтовне Виновна В празднословии В суисловии И пустословии В одних только Телефонных пустых разговорах С подружками проведено 4 года 11 месяцев 5 дней 6 часов И 36 минут У нас счет точный Как в банке И не стыдно Мешался мой ангел Сами же Вы будучи лишены Возможности Получать энергию От Бога Подключаетесь Нахально К телефонным проводам И сосете по ним Энергию из болтунов Но бесы Похоже его не слушали На нас Обрушился Новый поток Брани Скандальных Разговоров Жаргонных Словечек Из интеллигентского Обихода Дед Не успевал И слово вставить Вдруг Листы с обвинениями Вылетели Из бесовской папки И устремились Ко мне Будто карты Пущенные Фокусником Из колоды Я закрыла лицо Руками Но дед Поднял свой крест И крикнул Крестом спасителя Да испепеляться Все ее Словесные грехи В воздухе запахло Горелой бумагой И шерстью Листы с обвинениями Рассыпались пеплом А бес Свизгом Отбросил От себя Горящую папку И начал дуть На обожженные Лапы Прочь Грозно Произнес он Ангелы Вся бесовская Свора Шарахнулись В разные стороны Освобождая Нам дорогу Мы вылетели Из вонючего Облака И понеслись Сквозь Средеющий туман В чистое небо Мы Кажется Прорвались Спросила я Сквозь Эти Сквозь это Мутарство Да Но Впереди Достаточно Других Сказал дед И поэтому Будь осторожным И помни Не бояться Не вступать В споры И молиться И вновь Продолжался полет В тишине В полной тревоге Я не знаю На какой мы были высоте Но мимо нас Не пролетали птицы Я не видела И не слышала Ни одного самолета Мне пришло на ум Что пересекаемое нами Пространство Находится не в атмосфере Или стратосфере А в каком-то другом измерении Иногда мне казалось Что мы висим В синеве Неподвижно Я не чувствовала Сопротивления Воздуха И только редкие клочья Неприятного тумана Проносились Мимо нас Дошумели чуть Слышно Огненные крылья Струясь За плечами ангела И тогда Становилось ясно Что мы летим С немыслимой скоростью Вскоре Снова показались бесы Но в этот раз Они вели себя Не так нагло и шумно Опять один из них Оказался перед нами И начал предъявлять Мне обвинения во лжи Она лгала по ничтожным поводам Но зато постоянно Лгала матери Что у нее все в порядке Когда та беспокоилась о ней А сама ждала ареста Ее и судили За клеветические измышления Впрочем Это мы пропустим Она лгала подругам Что счастлива с мужем И он ей верен Подобных обвинений У него было множество Но он Перечислял их Скороговорки Не требуя ответа И опасливо Косясь на крест В руках деда Мы ему не отвечали И продолжали движение А он летел сбоку Суетился И выкрикивал Что-то уже вовсе не суразное Она стишки писала А мысль Изреченная Есть ложь И вообще Всяк человек Ложь есть Почти совсем отстав Он выкрикнул Она не любила Лгать из гордости Вот поглядим Как она за гордыню Свою ответит Потом Когда этот бес Отстал окончательно Появился другой Совсем ничтожненький На вид И вовсе даже Не страшный И заверещал Поганым Голоском Сплетница Сплетница Все женщины Сплетницы Сколько раз при ней Перемывались косточки Ее подруг Пусть ответит Ангел Не прерывая полета Бросил через огненное плечо Отстань Адская козявка Ты сам знаешь Сколько раз По ее Слову Прекращались сплетни И как часто Она говорила О людях только хорошее Если при ней Их осуждали Ты хочешь Чтобы мы сочлись Нет Нет С катертью небеса Убирайтесь И уносите ее прочь Только учтите Что она Это дело Не по вашему ханжескому учению А по своей гордыне И мы отправились дальше Через некоторое время Хранитель предупредил Впереди Мытарство Чревоугодие Вот уж в чем Не грешна Хранитель Заблинул Под крыло И я умолкла Встретив Его серьезный Предостерегающий взгляд Нас Воющей толпой Окружили бесы Похожие на Раскормленных Свиноматок Но среди них Попадались и Тощие экземпляры Худобой Они напоминали Дворовых кошек Эпохи ранней перестройки Но зато у некоторых На тощих шеях Были повязаны Крахмальные Белые салфетки А в лапах Они держали Ножи и вилки Почти все Они и тощи И толстые Непрерывно Что-то жевали Пуская слюни И роняя из пасти Куски пищи Стоп Приехали Объявил Важный толстый бес И раскинул лапы Загораживая дорогу Эта душа не обжиралась И не гурманствовала По глупости И по бедности Надо полагать Но она И не постилась Ни одного дня В своей жизни Вот это да Христианские посты А ведь крыть то И в самом деле Нечем Но проблема Разрешилась Самым неожиданным образом Не постилась Говоришь А кто Просидел три года На тюремной И лагерной Баланде Кто отдавал свою пайку Голодным сокамерницам На этапе А выйдя на свободу После лагеря Не она ли держала Голодовки Протеста В защиту Других узников Совести Сколько христианских постов Уложится в это В это стояние За правду Ну-ка Ух ты Молодец Мой дед Мне бы все это И в голову не пришло Не считается Не считается Разочарованно Загнусили бесы Но дед Христом Размел их толпу Как ледокол Разламывает И разгоняет Слабый люд Мы двинулись дальше Три лагерных года Выручили меня И на следующем Мэтрстве Лени Как Тут Все неожиданно Оборачивается Я то считала Что лень Впереди меня родилась Каким бы любимым Или важным делом Я не занималась Я всегда была готова Оставить его При первой возможности И улечься на диване С очередной книжкой Но все это Было Погребено Под горой цемента Которую я Перебросала В лагере Совковой лопатой Это фасон лопаты А вовсе не принадлежность Ее к советскому строю Вот уж не ожидала Однако Лагерь здорово Подвел меня На следующем Мэтрстве воровства Бесы буквально Закидали меня Морковкой Картошкой Луком Это были краденые овощи Которые я выменивала На махорку У наших зэчек Работавших В овощехранилище Скупка краденого От этого отбились Напомнив про голод И авитаминоз Последствия которых Давали себя Знать и через годы Подвел меня И сам издат Бесы засыпали меня Чистой пищей Бумагой Листами копирки Лентами Для писущей машинки Вот Все это было ею похищено На работе У родного государства Крала Воровка Хапуга А ведь Правозащий Это было напечатано На украденной бумаге Лексикон Лихоим Субтитры Красота И И душной стихией. Теперь я забираю тебя уже не как дочь, а как жалкую рабыню, как приговоренную арестанку, и твой лагерь покажется тебе раем по сравнению с тем, что ожидает тебя в моем гулаге. — За что ты собираешься судить ее? — спросил дед. — Будто ты не знаешь, святоша. За гордыню, конечно. То есть за то самое, за что сам был низвержен с небес. Я чту и люблю гордость, но только свою. Гордость людишек, этой мыслящей земной плесени, мне отвратительно не меньше, чем твоему хозяину, и я доволен, что могу их судить за это и осуждать. — Если будет суд, то понадобятся свидетели, — сказал дед. — Пустые формальности, но я, чтобы досадить тебе распятое ничтожество, предъявлю вам такого свидетеля, какого вы не ожидаете. На моем суде свидетельствовать против Анны будет сама Анна. Все-таки любил сатана театральные эффекты. Он взмахнул рукой красные перчатки. Из брака вышли бесы, неся на головах что-то вроде щита. А на щите этом, подбоченившись, стояла пигалица в юбчонке, короче, некуда, голенастая и потлатая. Я даже не сразу узнала себя, ведь прошло столько лет. И это смешное создание произносит вдруг моим голосом. — Я не понимаю, как можно вообще прислушиваться к мнению родителей. Мне уже 12 лет, и я сама способна разобраться в том, что хорошо и что плохо. А они — отсталое поколение, мещане и конформисты. У них на уме только работа, семья, бытовые потребности. О чем с ними вообще можно разговаривать? Я не удержалась и преснула от смеха. — Видишь, сатана, сегодня она сама смеется над собой, тогдашний, — сказал дед. Невелик же у тебя запас обвинений, если ты мелочишься и собираешь детские грешки. Тогда она смеяться над собой, слава мне, еще не умела, — пробормотал несколько обескураженный моим смехом сатана. Однако продолжим. Напоминаю уважаемому защитнику, что по правилам учреждения, которые он здесь представляет, дети ответственны за свои грехи с 7 лет. Но поправку я принимаю и перехожу к более поздним временам. Он вновь взмахнул рукой, и я на возвышении превратилась во взрослую девушку, красивую и одетую не без вкуса. Задумчиво глядя вдаль, она многозначительно и серьезно рассуждала о том, что верит в неограниченность человеческого разума, в правоту самооценки и что нравственным законом для человека должна быть только его личная совесть, а первейшей его потребностью — самоуважение и самовыражение. Еще один взмах руки, и девица превратилась в зрелую женщину, а речь стала еще убежденней. Я доверяю только своим принципам, главное — не утратить чувство собственного достоинства. Да, я горжусь принадлежностью к диссидентам, поскольку считаю их совестью России. Анна на возвышении взрослела, не переставая говорить, а поскольку ее речи были мне хорошо знакомы, я и сейчас готова была подписаться почти под каждым ее словом. Я больше смотрела на нее, чем слушала. Все-таки занятно увидеть себя, вырастающей из девочки, в зрелую женщину за несколько минут. Наконец Анна на помосте замолчала, и застыла, будто кукла, у которой закончился завод. «У тебя есть что ответить на все это?» тихо спросил меня ангел-хранитель. «А надо отвечать? Он ведь не предъявил пока никаких обвинений в гордыне, как обещал. Ты что, ничего не понимаешь? Все эти твои рассуждения?» он кивнул в сторону застывшей на помосте фигуры. «Это и есть доказательства твоей гордыни». Я взглянула на хранителя, но его лицо было печальным, и на меня он не смотрел. Зато сатана ликовал. Странное дело, неужели они все трое усматривают гордыню в этих взглядах вполне обычного современного интеллигента? Да что такого особенного, они услышали. А пока я недоумевала, темный коридор по обе стороны от нас начал сужаться, и я ощутила, как от этих стен, грубо сплетенных из бесовских туловищ, на меня веет лютым холодом. Я начала цепенеть мои руки, которыми я держалась за ангела и деда, от холода сами собой разжались. Потом чья-то грубая лапа вцепилась сзади в мой затылок, и меня поволокло прочь от хранителя деда. Я пыталась позвать их на помощь, но голос мне не повиновался, и я не смогла издать ни звука. Как только безжалостная сила оторвала меня от моих защитников, меня тут же со всех сторон облепили темные упругие тела. Они окутали мою голову будто мокрым ватным одеялом, и я уже ничего не могла ни видеть, ни слышать, ни сказать. С ужасом чувствовала я, как холод проникает в мое сознание, замораживает его, и оно меркнет по мере того, как облепившая меня пульсирующая масса становится все плотнее и плотнее. И тут я вспомнила слова деда «Не бойся, молись». Я попыталась молиться, но не могла вспомнить, как и кому надо молиться. Тогда я изо всех сил напрягла угасающее сознание и попыталась представить себе казанскую икону Божьей Матери, висевшую у нас в московской квартире. Когда-то мой муж купил ее по случаю на киносъемках где-то в провинции и повесил просто так, для интерьера. Никто у нас перед этой иконой не молился. Я постаралась вызвать в памяти лик Богоматери и мысленно завопила к ней. Помоги мне, пожалуйста, Божья Матерь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие мои друзья, давайте будем честными. Давайте будем просматривать наши ролики до самого конца и не будем пропускать рекламу у тех наших любимых каналов, у которых уже включена монетизация. Ведь только от рекламы зависит и наша с вами прибыль от YouTube. Поэтому привыкаем смотреть рекламу. И, пожалуйста, у меня сейчас к вам будет очень большая просьба. Все, кто находится на премьере, включите меня, включите еще кого-нибудь. По пять человек, если мы включим с каждой премьеры, минуточки нам будут в копилочку. Всего вам самого-самого доброго! С вами была я, Елена Викторовна. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА